Подвернулся как раз 4-го числа случай, который позволяет заглянуть в души современных ОМОНовцев. Хотя речь идет не об ОМОНовце, а об его близнеце из России. Ситуация как раз этой недели. Вот вы не в курсе, Оленька, истории, где офицер Росгвардии очень хотел арбуз? Нет. А я вам ее расскажу. Смотрите, это 4-е сентября, чудесный день. Перми. Не геологический период, а город. Или где-то рядом с ней. Сельская улица, по ней идет офицер Росгвардии. И гвардеец думает о родине и об арбузе. Он действительно очень любит арбузы. Он заруливает в какой-то ближайший двор, чтобы спросить, выяснить географию точек, где торгуют арбузами. Не подскажете, где тут у вас можно купить арбуз? Во дворе женщина, одна, в халатике, по-домашнему. Очень симпатичная. И тогда офицер Росгвардии, страж порядка, начинает колебаться, разрываться между двумя удовольствиями. Либо идти покупать арбуз, либо изнасиловать женщину. Но девушка гораздо ближе, чем арбуз. И она точно спелая. По ней не надо стучать, проверять засохлость хвостика. И не надо спорить с продавцом. Она работает как раздражитель, сильнее. Поэтому офицер Росгвардии делает этот трудный выбор. Он забывает про арбуз и выбирает изнасилование. Он приступает к изнасилованию, к выполнению задачи. И вот как только он входит в рабочий ритм, тут, понимаешь ли, бац, совершается непредвиденное обстоятельство. И возникает необходимость еще раз сделать выбор. Дело в том, что разбуженные криками, на крики мамы, прибегает ее 11-летний сын. В ужасе от увиденного ребенок предлагает офицеру Росгвардии сделать все, что угодно, лишь бы тот отпустил его мать. Офицер Росгвардии задумывается, колеблется, но все решает футболка мальчика. На мальчике одета зеленая футболка с черными полосами. Мальчик напоминает арбуз. Поэтому офицер Росгвардии бросает недонасилованную маму и совершает в извращенной форме изнасилование 11-летнего мальчика. Но в извращенной форме, только пойми правильно, он не дембель, на нем нет никаких, у него с формой все в порядке, никаких лишних лампасов. Про форму я поняла, Александр Ильич. Там с формой все в порядке. Извращенная форма не то, что вы подумали. Там нет лишних аксельбантов никаких. Окончив изнасилование, он вспоминает про арбуз и приведя внешний вид в соответствии с уставом, то есть застегнувшись и не попрощавшись с жертвами, он уходит, чтобы дальше искать арбуз. Но вот когда он находит арбуз, находят и его совершенно офигевшие местные менты, и они фиксируют поразительную вещь. Офицер Росгвардии был абсолютно трезв. Ну и разумеется, по службе он характеризуется только положительно, патриот, инициативен, исполнителен. Скорее всего, да. Скорее всего, это, в общем, не очень характерный, это единичный случай. Потому что сотрудники Росгвардии преимущественно вежливые люди, и уходя в таких случаях, они все-таки прощаются. И, возможно, большинство его сослуживцев все-таки придерживаются каких-то моральных норм и правил, и в таких ситуациях все-таки выберут маму, а не сына. Но это штрих, согласись, к портрету этих людей. И когда мы задаемся для себя вопросом, а почему они так себя ведут с детьми на митингах в России и в Минске, в общем, в этом частном случае отчасти содержится и ответ на этот вопрос.